Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 5, стихи с 1 по 20. Послушаем это евангельское зачало на церковнославянском языке. Во время Он, прийди Иисус на Он полморя во страну Годаринскую, и излезшую ему из корабля, а без ретьего от гроб человек в дути нечисте. Иже жилище имяше во гробе их, и неверигами никто же, можаше его, связати. За ней ему многожды путы и ужа железны связану сущу, и растерзатися от него ужем железным и путом сокрушатися. И никто же, можаше его, мучити, и выну ночь, и день во гробех, и в горах бе, вопия и толкися каменьем. Узре же Иисуса издалече тече, поклоните Ему, и возопив гласом велием рече, что мне и тебе, Иисусе, Сыне Бога Вышнего, заклинаете Богом, не мучи меня. Глаголоша вы ему, изыди души нечистая человека, и вопрошаше его, что те есть имя, и отвеща глаголе легион имя мне, якомнози и смы, и молиша его много, да не послит их вне страны. Бежит у пригоре стадо свиное велие посомо, и молиша его в себе, сеглаголюще, послины его свинья давня в нидеем. И повеле имаби Иисус, и шедши до сеничисти, и вне дошего свинья, и устремися стадо по брегу в море, бях уже, як две тысячи, и утопаху в море. Пасущи же свинья, бежаше, и возвестише в ограде, и в селях, и изы доши видите, что есть бывшее, и придоши ко Иисусове, и видеши бесновавшегося сидяща, и оболченно, и смыслища, имевши го легион, и убояшися, поведаши же им, видевши, как об избесному, и о свиньях, и начаши молитии год идти от предел их, и влезшую ему в корабль, моляши его бесновавайся, дабы был с ним. Иисус же не дадей ему, наречей ему, иди в дом твой ко твоим, и возвести им. Елико ти Господь сотвори, и помиловатя, и иди иноча проповедати в десяти градях, елико сотвори ему Иисус, и всиди вляхуся. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «И пришли на другой берег моря, в страну Годаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно он был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укоротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камне. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебе Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много, и много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послужить там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря, «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!» И Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу, видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. «Когда он вошел в лодку, бесновавшийся, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим, и расскажи им, что сотворил с тобою Господь, и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Продолжая свое дело проповеди Царства Божьего, Господь и Его ученики прибыли в Гадаринскую страну, лежавшего на восточном берегу озера, названную так по имени находившегося в ней города Гадары, входившего в число городов Десятиграде. На берегу Господа встретил вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, который сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». На вопрос Христа, «Как тебе имя?» Он ответил, «Легион имя мне, потому что нас много». Указывая тем самым на обитание в этом человеке несметного количества нечистых духов, которые просили, чтобы Господь послал их в стадо свиней. Архиепископ Аверки Таушев пишет, «Нам не настолько известна природа нечистых духов, чтобы понять, почему им необходимо обитать в живых существах. Но характерно то, что из всех живых существ они избрали самое нечистое, самое презренное в глазах иудеев. Лишь бы Господь не изгонял их из страны и не решал их тем самым возможности действовать в ней». Господь по своей милости исцеляет бессловатого, являя своим спутником, насколько велика трагедия этого человека, который боролся в самом себе с множеством бесов. Он очищает человека, изводя из него злых духов и повелевая им по их же просьбе войти в свиное стадо, которое тут же бросилось к обрыву и утонуло в море. Вопреки обычному запрещению разглашать о совершаемых им чудесах, Христос на этот раз, наоборот, поверил исцеленному «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Борис Ильич Гладков отмечает, «Во многих случаях Иисус запрещал исцеленным рассказывать о совершенном над ними чуде, потому что большинство чудес совершалось из любви Господа к страждущим. Излишние рассказы не могли оказать никакого содействия делу Христа, но могли привлечь к нему еще большие толпы народа и усилить преждевременно подозрительность врагов его. Тут же нельзя было скрывать совершенное чудо, так как народ этой страны сразу не мог понять его, и потому необходимо было, чтобы об этом чуде проповедовал сам, облагодетельствованный им». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, свидетельствуют о величии, всемогуществе и власти Бога над бесами. Какими бы ни были бесы, как бы ни распространялось влияние дьявола в мире, тем, кто пребывается Христом, нечего бояться. Господь всегда остается с теми, кто сохраняет Ему верность, живя смиренно и пребывая в послушании Его святой воли. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси Господи! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси Господи!